Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнорми Ирханова. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Жумашказе. Восстановить историческую справедливость. В Казахстане создадут государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Соответствующее поручение дал президент республики Касмжумар Тукаев. В своем обращении к соотечественникам глава государства отметил, что политические репрессии 20-50-х годов прошлого века – печальная страница в истории нашего народа. Через жернова репрессии прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. В числе невинно осужденных такие видны государственные политические деятели, как Алихан Букихан, Ахмед Байтурсынов, Махжан Жумабаев, Сакен Сейфулин, Иляжан Сугуров и многие другие. Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость. В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия. Касым Жумар Тукаев, президент Республики Казахстан Высшая мера наказания, самая суровая карательная мера – расстрел без суда и следствия – унесла в 30-е годы прошлого века большинство жизней казахской элиты. По данным экспертов, среди репрессированных около 10 тысяч уроженцев Алматинской области, из которых более 4 тысяч были приговорены к отельтарной системе к расстрелу. В жирного политического террора попали свыше 130 тысяч казахстанцев. Это известные государственные и общественные деятели и представители творческой и научной интеллигенции. Среди них оказался и наш земляк, классик казахской литературы и поэт Ильяс Жансугуров. По словам Елисаведа, ученого-исследователя Мурадбека и Мангазинова, в то время Жансугуров, публицист и исследователь, журналист и писатель, истинный патриот своей родины, руководил Союзом писателей Казахстана. Как утверждают ученые, для придания правомерности своему аресту, власти приписали верно служившему своему народу человеку шпионаж и измену, громогласно и неоправданно назвав его врагом народа. Когда мы написали в НКВД, бывший в НКВД КНБ, они дали документы. Четыре тома уголовного дела. Там, конечно, были очень такие ужасные моменты, которые Ильяс Жансугурова пытали как агента империалистического государства Японии, что он хотел именно отторгнуть Казахстан и присоединиться к Японии. В итоге, после восьми месяцев мучительных пыток сломить дух Ильяса Жансугурова не удалось. И он был расстрелян. Отрадно то, что благодаря казахстанской интеллигенции, требовавшей справедливости, спустя 20 лет, в 1957 году, он был полностью реабилитирован. Все обвинения в его адрес были сняты. К великому сожалению, посмертно. По данным экспертов, в годы тотальных репрессий по обвинению в контрреволюционных политических преступлениях были осуждены около 10 тысяч уроженцев Алматинской области, из которых более 4 тысяч расстреляны. Жертвами политических репрессий стали наши земляки. Танашпаев, Жансугуров, Кудерин, Сартанов и многие другие. Дела фабриковались под грифом «секретно». И в каждом из них, почти в каждом из них, на то время страшные буквы в скупке брались «ВМН» – высшая мера наказания. Многие были расстреляны в здании НКВД в Алматы. И захоронение произвелось в селе Женолых. Действительно, на протяжении уже почти более 50 лет в окрестностях села Женолых находят останки более двух сотен репрессированных. Тщательной экспертизе удалось доказать, что найденные кости и черепа – останки жертв политических репрессий. Все они перезахоронены с подобающими почтями. Как утверждают эксперты, согласно историческим фактам, именно в район села Женолых Алматинской области свозили и наскоро закапывали тела расстрелянных в застенках НКВД. По некоторым данным, их число превышает 25 тысяч. Завтра день памяти жертв политических репрессий и голодомора. И хотя история все дальше отдаляет нас от этих страшных лет, память вечна. Потомки, приговоренных к расстрелу и обреченных на голодную смерть, с ужасом вспоминают рассказы своих бабушек и дедушек. Наш корреспондент Евгения Присяжная записала одну из них. Повсеместный голод, разруха, этническая чистка, нарушение традиционного уклада жизни кочевых народов, приведшие их к массовой гибели. Такими фатальными стали последствия коллективизации. Габдуле Байнасерову не довелось жить в то тяжёлое время, но его сестра поведала ему о горьком вкусе нищеты, голода и унижений. Моя сестра Бейнур рассказывала, шёл 33-й год. Жена нашего дяди оставила своего ребёнка в постели, а сама отправилась на поиски еды. Когда она вернулась домой, то едва протянула руку с кусочком хлеба к губам своего малыша, как он умер. Тётя умерла вместе с ним. В 30-е годы прошлого века в Казахстане царила Галащёкинская беззакония и голодомор. В ту пору дедушка Габдулы, Балабек, держал скот. Его обложили неподъёмными налогами на мясо, масло и пшеницу. Хотя кочевой казахский народ того времени не занимался земледелием. Неподчинение власти по закону грозило тюрьмой или депортацией. И Балабека Байнасерова заключили под стражу. Однако сильному духам человеку удалось бежать. Моему дедушке пришлось оставить всё своё имущество, детей и бежать в Китай. Все его родственники, оставшиеся в Казахстане, умерли от голода и лишений. Его ждала бы та же участь. Поэтому ради спасения своей семьи он скрылся в Китае. Мой дед умер в 1949 году, когда мне было пять лет. Он говорил мне, что на земле не было такой трудности, которую бы он не пережил. Голодомор 30-х годов – это страшная веха в истории казахского народа. Его жертвами стали более 4 миллионов человек. Ещё более 2 миллионов коренных жителей страны были вынуждены покинуть родные земли. Таким образом, за пределами исторической родины сейчас проживают порядка 5 миллионов этнических казахов. Евгения Присяжная, Ельдана Серсенбаева, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Что посеешь? Пандемия коронавируса сказалась на всех отраслях. Промышленность и производство, сфера услуги транспорта понесли большие убытки. Однако, хлеб насущный нужен всем и всегда. Как прошла посевная в области и какие надежды питают аграрии на будущий урожай, расскажет Елеман Раимбеков. Мир потрясён. Пандемия коронавируса коснулась каждой сферы жизнедеятельности человека. Алматинская область не стала исключением. Власти были вынуждены ввести карантинные меры. А это ограничение передвижения как людей, так и техники. Однако, нужно учесть, что Алматинская область – регион аграрный и даёт почти 17% всего валового сбора страны, обеспечивая продуктами питание и регион, и соответствующий мегаполис. Власти региона приняли все необходимые меры. Предоставили зелёный коридор через блокпосты. Дали возможность работать магазином автозапчасти для спецтехники. Оказали содействие при обретении семян и удобрении. Получение субсидий. Также обеспечена бесперебойная поставка удешевлённого дизельного топлива по 165 тенге за литр. Весь комплекс этих и других мер помог начать пассивную вовремя, тем самым обеспечивая будущий запас продовольствия нужными ресурсами. Оказывается, большой государственной поддержкой в плане субсидирования всех наших культур. В частности, введены новые правила субсидирования минеральных удобрений, субсидирование семеноводства, семян, субсидирование поливной воды, а также процентные ставки вознаграждения. В целом, если брать по нашей области, по растеневодству предусмотрено местным, а также в резюканском бюджете, более семи миллиардов тенге. С видом на будущий урожай аграрии ожидают получить продукции почти на триллион тенге. Предпосылки для достижения поставленной задачи есть все. Стоит отметить, что немалую лепту в общее дело вносят и большие, и малые хозяйства региона. В нашем хозяйстве 10 гектаров посевных земель. Выращиваем люцерну. Все работы вовремя успели. Спасибо руководству области. Скажем, мы беспокоились, что не сможем в этом году заняться посевом. Но преград не было. Поэтому рады, что все сложилось благополучно. Успели в срок и картофелеводы Раимбекского района. Площади, отведенные этой культурой, уже составили порядка 5000 гектаров. Хотя еще несколько лет назад их было чуть более 100. А в целом, нынешней весной земледельцы освоили почти миллион гектаров. В этом году у нас увеличены посевы таких прориотепных культур, как сахарное стекло на более 2000 гектаров. Кукуруза на зерно увеличена площадь 1800 гектаров. А также кормовые культуры. В яровых, это пшеница, ячмень, у нас площадь составляет 259 тысяч гектаров. Но кукуруза 83, сахарное стекло 16. Поэтому у нас для севоборота, конечно, приобретают. Ячмень порядка, а зимой пшеница у нас 106 тысяч гектаров. В прошлом году в Алматинской области восстановлено 20 тысяч гектаров орошаемых земель. Завершена реконструкция Казлагарского водохранилища. Теперь начнется строительство ирригационных сетей, за счет чего появится возможность вовлечь в оборот еще более 7 тысяч гектаров. Так, пошагово по региональной программе развития агропромышленного комплекса до 2025 года территория поливных земель увеличится еще на 140 тысяч гектаров. Также со стороны государства будут предприниматься все усилия для недопущения срывов работ фермеров, говорят ответственные лица. Расслабляться рано. В Талдыкургане полицейские выявили и призвали к порядку сотни горожан. Все они пренебрегают мерами самосохранения. В то время как число заболевших коронавирусом даже в самом областном центре понемногу, но растет. Наш корреспондент Дамир Анито вместе с представителями правоохранительных органов и санитарных служб принял участие в рейде. О ситуации в городе он и расскажет в следующем материале. Видимо, талдыкурганцы устали от карантина. Поэтапное послабление ограничительных мер люди восприняли как добро на прогулки и массовое времяпровождение. Причем пренебрегая средствами индивидуальной защиты. Добрый вечер. Главный санитар за установление, что после восьми вечера нельзя выходить на улицу. Почему не соблюдать, почему не соблюдать, почему не соблюдать без маски, без перчатковых? Маска есть. Кто посняли? Нужно одевать вам, пожалуйста. И просим вас, пожалуйста, не выходить после восьми вечера. Также соблюдать дистанцию в два метра. Аналогичная картина оказалась и на городском пляже. Люди игнорируют призывы санврачей. А едва увидев патрульную машину и оператора с камерой, стараются ретироваться. Ежедневно проводятся мероприятия по городу Талдыкурган с восьми вечера. По городу Талдыкурган заступает восемь автопатрулей по нарядам. Рейды проводятся не ради наказания, а ради сохранения здоровья жителей областного центра. Соответственно, пока распространение вируса имеет место, будут и ограничения, которую нужно преодолеть, набравшись терпения, говорят представители правоохранительных органов. На четверть снизилась аварийность в городе Талдыкурган и, как следствие, людская гибель и травмы. Этому способствовал режим ЧП, во время которого транспортная нагрузка стала значительно ниже. На период карантинных мер стражи порядка привлекались к работе на блокпостах и проводили рейдовые мероприятия. Ежедневно на талдыкурганских улицах выявляют десятки различных нарушений. С начала года к административной ответственности привлечено почти 8 тысяч граждан. Большая часть из них – участники дорожного движения. В списке нарушителей значатся не только водители транспортных средств, но и более 400 пешеходов. В антирейтинге водительских нарушений – езда на автомобилях с затонированными стеклами без ремней безопасности и использование телефонов. Сотрудниками патрульной полиции составлено 7 937 административных протоколов. Из них – за нарушение правил дорожного движения 6 422. На отношении 46 водителей за вождение транспорта и внутренних состояний. Так, основные нарушения, допускаемые участниками дорожного движения – это за тонировку 350 нарушений. Маневр – 374 нарушения. Без гос. номера 55. Проезд на запрещенный свет светофора 87. Не пропустил пешехода 50. Нарушение правил пешеходами 516. Без документов 320. Пользование сотов телефонов во время движения 8 6. Без ремня безопасности 429. Принятыми мерами снижены дорожные транспортные происшествия на 25,5%. Посладавшие на 33,5%. И погибшие на 40%. Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновляет производство лайнеров Boeing 737 Max. Об этом говорится в заявлении компании. Как отмечается в документе, выпуск самолета возобновлен на предприятии в городе Рентон, штат Вашингтон. В планах компании постепенно увеличить производство модели в течение года. А сокращение объемов производства модели 737 Max компания объявила в прошлом году. С января текущего года она была вовсе прекращена на временной основе. Эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух авиакатастроф. 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед крушением имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государство Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Компания Renault сократит 15 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе более 4,5 тысяч во Франции. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе французской автомобиле строительной корпорации. Сокращение рабочих мест, как ожидается, будет происходить не за счет увольнений, а за счет выходящих на пенсию сотрудников, перевода на другие должности внутри компании и переквалификации. Такое решение было принято в рамках плана по экономии 2 миллиардов евро в течение трех лет. Компания планирует к 2024 году снизить производственный объем с 4 миллионов автомобилей до 3 миллионов. И отказаться от увеличения мощностей в Марокко и Румынии. Во Франции автопроизводитель намерен сконцентрировать усилия на электрокарах и развитии инновационных технологий. Самый знаменитый мировой промоушен UFC может потерять своего лучшего бойца. Американский боец смешанного стиля Джон Джонс выразил недовольство отношениям со стороны главы абсолютного бойцовского чемпионата Дайана Уайта. Боец считает, что руководство UFC не ценит его труд и потому может разорвать контракт. Анфликт между Уайтом и Джонсоном вспыхнул после того, как финансовые запросы американца за супербой против Энтану глава UFC назвал безумными. Сам боец в ответ обвинил промоутера во лжи. Своим в помощь. Профсоюз областного перинатального центра принял участие в акции Безбергемс. 20 медработникам роддома из числа многодетных и одиноких матерей вручены продуктовые корзины. Таким образом, профсоюз решил поддержать нуждающихся сотрудников в период карантина. Акции, подобные этой, проводятся на постоянной основе. В этом году мы впервые проводим акцию «Мы вместе». Акция проводится первый раз, мы проводим для сотрудников оказания помощи нашим многодетным семьям, нашим малоимущим семьям, в общее количество которых у нас 20 человек. Это первая наша акция, но не последняя, это уже будет точно. Хочу выразить свою признательность нашему руководству и профсоюзу за оказанную помощь. В перинатальном центре я работаю на протяжении шести лет буфетчицей. Я многодетная мать, воспитываю шестерых детей. Поэтому для меня это большая поддержка со стороны медучреждения. В 100 семьям Талдыкурганского региона доставлены продуктовые наборы. Благотворительная акция организована Управлением по вопросам молодежной политики, Молодежным ресурсным центром и Волонтерским движением «Миром Дэжетсу». С начала года в области проведено порядка 1700 подобных акций. В них принимают активное участие и меценаты. Следует отметить, что в каждом районе и городе Алматинской области открыты филиалы молодежного ресурсного центра. Всего по региону ими была оказана помощь более чем 13 тысячам семей из категории социально уязвимых. «Мы оказываем помощь многодетным семьям, одиноким пенсионерам, малоимущим гражданам. С нами можно связаться, позвонив по номеру 404-404. Наши автоволонтеры проверят адрес на всех нуждающихся. В случае подтверждения окажем помощь». «Большое спасибо за продукты фронт-офису «Миром Дэжетсу». «Мы сейчас сидим на карантине, не можем никуда выйти, не можем работать. Так что эта помощь нам очень кстати». Это была вся информационная картина сегодняшнего дня. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч на телеканале ЖТСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова